Пол с подогревом, теплые лавочки и бесплатный Wi-Fi. В Сургутском районе появился первый остановочный павильон, в котором зимой ждать общественный транспорт будет комфортно. До конца года в муниципалитете их появится еще четыре. Сюжет нашего корреспондента. Сильные морозы в такой остановке комфортно будет ждать автобус даже без верхней одежды, обещает подрядчик. Потолок, пол и лавочки с подогревом. Отапливаемые павильоны для Сургутского района изготовили по индивидуальным эскизам. Учитывали опыт городов Югры и соседнего Ямала. К примеру, в этих двери не раздвижны, а на распах. Такие при минус 40 не примерзнут и легко откроются. В среднем до плюс 15 примерно мы просчитывали. То есть заходишь, можно даже курточку будет снять. Можно будет сидеть. Плюс еще, когда лавочка теплая, ты на нее садишься, тебя и снизу, и сверху греет. Помимо подогревателей, остановочные комплексы в Сургутском районе оборудуют камерами видеонаблюдения и тревожными кнопками. В них установлены бронированные стекла. Пассажиры общественного транспорта смогут воспользоваться бесплатным Wi-Fi внутри. Первый теплый павильон появился в поселке Федоровский не случайно. Здесь этот объект долгожданный. Каждый день из поселка в Сургут и обратно на общественном транспорте добираются минимум три сотни человек. И раньше им приходилось мерзнуть. У нас два межмуниципальных маршрута. 663-й он осуществляет в день непосредственно с Федоровки на Сургут 6 поездок. И 664-й он осуществляет 8 рейсов. Здесь и пенсионеры ездят, и мамочки с детьми ездят, студенты. Ну, собственно, очень она здесь нужна и целесообразна. Подобных остановочных комплексов до конца года в Сургутском районе появится еще четыре. На их покупку потратили около 10 миллионов рублей. На один выделили свыше двух миллионов. В этом году мы планируем установить теплые остановочные павильоны на территории Солнечного, Белого Яра, Барсова, Федоровского. И один остановочный павильон в районе УБР в городе Сургуте. Там, откуда отходят маршруты по межмуниципальным сообщениям. В следующем году планируют купить четыре теплые остановки. И столько же в 2023-м. Таким образом, властью комплектуют все города и поселки муниципалитета современными комплексами для пассажиров. Денис Набойщиков, Светлана Круковская, Рашид Латыпов, Вести Егория, Сургутский район.